Сегодня в России отмечают День Семьи, Любви и Верности. Семью Евгения и Людмилы Харасевых, которой вместе больше 50 лет познакомилась наша съемочная группа. Они поженились 22 июня, в день начала войны. Но в совместной жизни обошлось без военных действий, шутят они. Общались, танцевали, все пели, сюда на гармошке играли. Играли на гармошке. Они познакомились потом. Он не играл на гармошке? Я очень любила, кто играет на гармошке. Евгений и Людмила вместе более 50 лет. За это время они воспитали и подняли на ноги троих детей. Растили в любви и согласии. Старались вложить в них все самое лучшее. Это очень хорошо, конечно, очень прекрасно, что родители у нас такие вот. Нас людьми вырастили. И мы тоже своих детей хотим также дать такой же пример, как наши родители. Поэтому слава Богу, что они у нас живые, здоровые. И согласии живут. И мы тоже так же в своей семье такой же, повторяем атмосферу, да, такой же союз хотим создать, как наши родители. Создать крепкую, счастливую семью в наше время – довольно непростая задача, считает семейная пара. Но, как и во все времена, многие истины остаются прежними. Надо слушаться друг друга, слушаться надо, понимать надо. Вот самое главное еще. Усыпать надо друг друга иногда. И на себя он не пойдет. И тоже все в своей жизни, и плохой, и хороший. В семье Харасевых и еще девяти счастливым семьям в праздничный день вручили орден за любовь и верность. Теперь он – семейная реликвия. Крепкая семья – это основа народа и государства в целом. Там меньше проблем. Они трудности сами преодолевают. Дети там намного лучше. На принципах соревновательности, состязательности лучше воспитываются. И они практически будут продолжателями, достойными продолжателями своего рода. Знаком материнской славы они сегодня отметили и многодетных мам. Одна из них – Елена Федорова из Янтиковского района. В родном селе Новая Ишина она работала на ферме, швейном цеху на поле. Но самой главной профессией своей жизни считает материнство. Желаю, чтобы они тоже рожали побольше детей, чтобы у всех семьи дружные, большие дружные семьи были.